Итак, кто же я? Ну, уже сказали, что я актерапевт, гештальтерапевт, но я еще и физик по своему первому образованию. И когда я после школы поступила на физический факультет, серьезный факультет, потому что там была фундаментальная физика, и закончила его, и не работала, ну, чуть-чуть только, потому что муж военный, приходилось работать в школе, именно вести то, что есть в школе. Я достаточно много проработала, у меня есть свои публикации, у меня есть свои книги, и я сегодня скажу вам о том, как это все реализовалось и как я к этому пришла. Так вот, я сегодня буду говорить про квантовую физику. То есть все, что сегодня я вам расскажу, у этого есть совершенно фундаментальное научное обоснование. Это правда. Это наша Вселенная. И раскрывать какие-то научные доказательства я сегодня не буду. Это бессмысленно, потому что мы с вами здесь не для этого. Я дам вам по максимуму то, что пригодится вам в вашей жизни. Ну, вот настолько, насколько вы возьмете. Итак, я веду тайки, сегодня даю вам все, что у меня есть на этот момент. Как вы с этим поступите, возьмете или не возьмете, это уже выбор каждого из вас. Но я призываю вас взять, раз вы уже здесь. Когда меня представляли, сказали о том, что я руководитель и ведущая арт-экспедиции в сакральные места этого мира. Да, я организую группы, и мы в эти сакральные места отправляемся, и там мы тоже рисуем. Сегодня у нас, у меня достаточно много техник, с которыми я работаю с людьми, потому что я психотерапевт и специальный детский психолог. У меня достаточно много. Но вот сегодня мы с вами поговорим о том, что можно, как с помощью цвета, формы, знаков, как можно выразить свое желание и двигаться к нему. Как можно усилить, помочь себе получить эту помощь от Вселенной, поддержку и опору, и реализовать. Поэтому я буду говорить сегодня про цвет, форму, образы, метафоры для того, чтобы вы смогли двигаться к своему успеху. Так вот, арт-экспедиции, в которые я собираюсь, отправляю, это у нас и Тиньшань, Придгорье, Тиньшань, мы поднимаемся на гору, как гурт восхождения у нас. Это Светлояр, город Китиш под Нижним Новгородом. Это и Кипр, где тоже замечательные сакральные места. Так, все это для того, чтобы нам с вами быть счастливыми, здоровыми, радостными и богатыми. И так есть возможность получить ответы на многие-намногие вопросы. Эта Вселенная дарит нам с вами для того, чтобы мы были счастливы, богаты, здоровы и получили все, что мы хотим. Потому что мы здесь живем на этой земле не для того, чтобы страдать. Напишите, пожалуйста, в чате, что вы хотите. Вот тема обозначена «Алгоритм движения к собственному успеху». Вот что такое для тебя, я прошу вашего разрешения называть вас на «ты», ну, обращаться на «ты». Почему? Потому что так устанавливается канал, и я слышу каждого, я чувствую каждого, и вы меня. Поэтому я говорю «ты», не так, потому что я не уважаю, я вас очень уважаю. Я благодарю вас, я вам благодарна за то, что вы пришли сегодня навстречу в этот замечательный солнечный день. Итак, что ты хочешь? Что для тебя первоочередно сейчас? Может быть, здоровье, может быть, покупка машины или квартиры, или, может быть, это какие-то взаимоотношения, или новая работа. Вот что твой успех? Когда ты почувствуешь свой успех, то есть что это такое для тебя? Напишите общие фразы «счастье», «гармония», «благополучие». С ними трудно работать. Вы сегодня воспользуетесь возможностью осуществить это желание свое. Итак, что я хочу? И опять же, если вы где-то там занимаетесь сейчас своими делами, но у вас с фоном идет наш разговор, вы возьмете, ну, 3-4%. Если вас это устраивает, окей, если вы хотите, чтобы что-то сегодня получить, продвинуться к своему успеху, ну, тогда напишите, пожалуйста, в чате, потому что именно с тем, что вы сейчас написали, мы будем работать. И я покажу, как работать с этим. Отдельное жилье. Что такое, Наталья, отдельное жилье? Вот сразу комментирую и сразу пишите по-другому. Что такое отдельное жилье? Опишите, пожалуйста, сейчас в чате, чтобы мы все могли прочитать и озвучить. Что для вас отдельное жилье? Дом, квартира, сколько комнат? Вот просто такие конкретные, что такое для вас отдельное жилье? Или вы просто хотите отделиться, допустим, от родителей или от кого-то, и вам вообще все равно, где жить? В хижине, в шалаше, на горе, под горой. Хорошо, Наталья? Галина, деньги. Ага, сколько, Галина? Для чего? Или хотя бы для чего и в какие сроки? Напишите богатство. Прибыль. Деньги для чего? Что хочется-то на эти деньги? Потому что 3 рубля – это тоже деньги. На них, ну, что можно на 3 рубля купить? Я вот даже не знаю, что сейчас можно на 3 рубля купить-то. Даже затрудняюсь сказать. Здоровье, чтобы ничего не болело. Хорошо, Галина. Напишите такое. Запишите просто слово. Хочу быть здоровой. Уберите вот это вот, чтобы ничего не болело. И не допускайте эту фразу никогда в своих мыслях. Хочу быть здоровой. И представьте себе, что вам это здоровье даст. Вы на улижах будете ходить, бегать будете. Или большее пространство, которое не, скажем так, без боли. Вот за моей скиной, если вы сейчас видите, картина висит. И она такая большая, яркая. Вот я сотрудничаю и обучалась угуру. Бактебек-Талькамбаев, это Казахстан, куда вот мы ездим в экспедиции, поднимаемся вот в это сакральное место, гора Казго. И он пишет картины для исполнения желаний. Вы тоже будете писать эти картины. И если примите участие, вот в курсе, который я сегодня рассказываю. Сегодня я не расскажу, как писать эти картины. Но я обладаю этими знаниями, я учу. Так вот, картина позволяет исцелить онкологию. И есть такие картины, и я это видела сама, когда проводим совместные семинары, мастер-классы, выставки. Вместе с ним я провожу. То есть я уже больше пяти лет сотрудничаю. И обучаюсь постоянно. И он целитель, он суфий, доктор науки, доктор искусства и науки. Но не про это. Вот картина, она несет информацию исцеляющую. Если правильно сформулировать, правильно сказать, и правильно выполнить алгоритм вот этого движения. Сегодня я про него вам скажу. Алгоритм движения к собственному успеху. Так вот, та картина, которая за мной, она открывает тайные знания. Но есть картина, которая излечивает онкологию. Это подраздено экспертами ЮНЕСКО. Поэтому здоровье, Галина. Перепишите по-другому. Здоровье. Елена, счастливых взаимоотношений. Елена, с кем? Напишите конкретно с кем? С сыном, с дочерью, с мужем, с родителями. Счастье от взаимоотношений. С... А дальше напишите в чате. Все, что вы сейчас пишете, отнеситесь к этому очень серьезно. Если вы действительно хотите сейчас это изменить, вы сейчас это измените, вы сейчас улучшите, вы освободитесь от многого того, что вам мешает двигаться. Двухэтажный дом, стокольным этажом, с верандой. Ну, отлично, Наталья. Вот так. Это четкое понимание, чего я хочу. Материальный достаток, питание, обучение, август 2016. Смотрите, достаток у нас с вами у всех есть. Что такое достаток? Это крыша над головой, это воздух, это солнце, это вода, это хлеб, сахар. И то я сахар вообще не употребляю, мне он не нужен. У меня его нет, но у меня есть достаток. Вы поняли, о чем я? Достаток – это достаточно. Галина, вам достаточно? Итак, попробуйте во время моего вещания, разговора с вами, сосредоточиться и вот эти вот зернышки, бриллиантики золотые себе взять. Я не буду акцентировать внимание и говорить «записываем». Это я делаю на обучающем курсе, который длится 8 занятий, это только первая ступень. Там, да, там для каждого индивидуально. Здесь я говорю в общем. Попробуйте сосредоточиться, настройтесь на меня, потому что я настраиваюсь на вас. Я открыта для вас, с открытым сердцем. Я готова вам сегодня дать по максимуму и даже больше. Вселенная готова и я готова. Мы так договорились. Я вам даю. Берите. Здоровье, счастье, счастливое взаимоотношение с любимым мужчиной. Отлично, Елена. Вот только так теперь и думайте. Дальше я скажу, что с этим делать. Здоровье, счастье во взаимоотношениях, Натала. С кем? Здоровье для себя. Вы не можете пожелать здоровья ни для кого, ни для другого. Вы можете молиться и просить Господа Всевышнего, чтобы помогли вашему близкому. Здоровье вы можете желать для себя. И счастье во взаимоотношениях с кем? Уточняйте. Екатерина с невесткой. Галина нет, недостаточно. Достатка. Правильно. Тогда, Галина, прибыль. Я желаю прибыль. Но попробуйте эту прибыль выразить. Ведь вы же хотите денег для того, чтобы что-то на эти деньги купить. Согласитесь. Машину, дом. Я, например, сейчас. У меня сейчас цель дача не в Подмосковье, а дача на Кипре. А почему бы и нет? Почему я должна желать дачу на Подмосковье? И я двигаюсь к своей цели. И как бы не говорили, смотрели на меня и говорили, что, может быть, это все-таки бредовая идея, но я знаю, что мне Вселенная помогает. Это я сейчас про что? И почему я сейчас с вами этим делюсь? Потому что я еще раз говорю Вселенной, что я не боюсь этого. У меня нет страха и опасения. Я четко понимаю, что я хочу дачу на берегу моря. Мне там комфортнее. Как у вас сейчас? Есть внутреннее сопротивление по поводу прибыли, по поводу взаимоотношений. Приклушивайтесь к себе. Тело никогда не обманывает. У меня картина висит очень давно, только сейчас я начала медитировать с ней во время того, как вы рассказываете. Чудеса происходят. Да, чудеса происходят. Я сегодня вам покажу на своем примере, какие чудеса происходят у меня. Ну, почему на своем примере? Мы с вами очень, скажем так, выросшие в нашем государстве, в нашей стране, рискованного земледелия, где исторически сложившиеся все время невзгоды, беды и войны, это только единственная наша страна, сколько Россия перенесла, да, и народы, которые живут на этой территории. У нас есть строгая установка там, внутри. Наши предки говорят, нельзя ничего говорить вслух. Ну, сглазят, сглазят. Так вот, я вам говорю, нужно правильно говорить, и я подтверждаю то, что я хочу, и говорю это громко. И вселенная слышит еще раз, и чувствует мою убежденность в этом. Но сегодня я вам скажу, как быть осторожными в этом. Я тоже знаю технику безопасности. Найти любимого, любящего меня мужчину. Да. И добавьте еще, Саша, я хочу счастливого брака. Мужчину, который обеспечит меня и моих детей. Хочу прибыль. Да, Галина, прибыль. Какую? Что у вас прибудет? Вот если у меня сейчас квартира, и я нахожусь в квартире, то моей прибылью будет дача на берегу моря. Ну, вот как пример, например. А у вас что будет прибылью? Где ваша прибыль? В чем она? Здоровье для себя и переезжаю жить в Италию. Ага. Хорошо, Натала. Саша, восклицательные знаки. Ну что ж, итак, вы сейчас сделали самый первый, самый маленький шаг, маленький шаг на пути к своему успеху. Ведь успех может быть в детях, в любимом деле, в семье, в карьере, в бизнесе, во всем. Но успех может быть только тогда, когда внутри тебя радость. В здоровье тоже успех. Это тоже успех. Но только тогда, когда внутри тебя радость. И вот это бывает у нас с вами, к сожалению, спрятано очень-очень глубоко. Очень-очень глубоко. Посмотрите, пожалуйста, вот сейчас на этот слайд. Расфакутируйте свое зрение. Посмотрите на те предметы, которые здесь нарисованы. Попробуйте удержать их в своем взгляде. Что здесь? Бриллианты, часы, отдых, значит, есть здоровье, если я отдыхаю под пальмой. Самолет, значит, я могу себе позволить перелеты. Что тут еще? Автомобиль, одежда красивая, романтика, потому что шампанское. Муж, респектабельный и приносящий достаточно средств для того, чтобы семья существовала. Вот как-то так. А теперь закройте, пожалуйста, глаза. Удержите эту картинку. Или у вас сейчас вы представляете там внутри себя то, что вы мне написали. Жизнь в Италии, здоровье. Вот что вы себе написали, любимый мужчина. Попробуйте себе это представить. А теперь я буду называть вам слова, а вы прислушайтесь к своему тему. Так как у вас достаточно много и желания разные, я буду все желания, которые есть на этой картинке, озвучивать. А вы попробуйте прислушаться к своему телу с закрытыми глазами, откиньтесь, руки у вас не перекрещены. Вы просто спокойно сидите, сосредоточились, можете вот так сделать, выдохнуть все лишнее из вас. А потом вдохнуть, опять выдохнуть, вдохнуть. И прислушайтесь к себе. И проинспектируйте свое тело, начиная от макушки головы и заканчивая кончиками пальчиков на ногах. А я буду говорить. Богатство. Много денег. Много-много денег. Я богатая. Я богатый. У меня есть машина. У меня квартира отдельная. Я живу в Италии. Я купила себе домик на берегу Средиземного моря. Я богатый. Я здоровый. Я люблю. Я позволяю себя любить. Я звоню по телефону и говорю, я люблю. Я принимаю подарки и говорю, благодарю, ты меня любишь. Что сделать для тебя? Я счастливая. Я счастливая. Во мне живет радость, любовь, наслаждение. Я позволяю себе наслаждением быть. Я наслаждаюсь бездельем. Я наслаждаюсь работой. Я на работе. Я разговариваю с начальником или с начальницей. Да, я на работе. Я радуюсь, что я на работе. Я радуюсь твоей семье. Вот она, моя семья. Я радуюсь своей семье. А теперь открывайте глаза. И напишите, пожалуйста, в чате, как ваше тело откликалось на то, что я говорила. Может быть, было где-то напряжение. Может быть, что-то покалывало. Может быть, некоторые слова вызывали раздражение. Может быть, что-то было неприятное, злость. Или какое-то другое ощущение, отличное от всего. Вот голова, глаза, горло, грудь, живот, руки, ноги. Где-то как-то было иначе, нежели обычно. Можете не писать у кого где, а поставьте плюсики, кто ощутил что-то необычное, напряжение или, может быть, какой-то дискомфорт, сжатие, что-то неприятное. Может быть, у кого-то тошнота была в этот момент. Поставьте, пожалуйста, плюсики, у кого были какие-то проявления в теле. Вера. Вы пока ставьте, а я Ольге скажу из Санкт-Петербурга. Ольга, вот смотрите, написала ты. Продать квартиру, освободиться от всех кредитов и жить и двигаться к своему предназначению. И думать, чем покрыть кредиты и ипотеку. Замените, пожалуйста, все это. Самым обычным словом. Я богатая. Я финансово обеспеченная. Я финансово независимая. У меня достаточно денег на все. Попробуйте заменить вот эти слова тем, что я сказала. Итак, смотрю. Приятная волна проходила по телу снизу, вверху приятно. Так, у Веры, у Анны, у Саши голова кружилась, легкость в отцовом теле, как будто плывешь по воздуху. Вот сейчас раз, два, три, три человека. Остальные выполняли это упражнение? Если выполняли упражнение, поставьте плюсики, как у вас где-то было, может быть, вот напряжение какое-то, или что-то не так. Вот что, как тело у вас откликнулось на то, что я говорила. Если есть вот такое, стало чаще биться сердце. Что такое приятность? В данный момент вы позволили себе этому быть. И это замечательно. Все у нас рождается внутри нас. Вот там, оттуда идет посыл. И вот это состояние, если сейчас вот Саша говорит, легкость во всем теле. Почему голова кружилась? Потому что в тот момент, когда я говорила эти слова, вот эти вот блоки, зажимы, это знаете, как шланг перегнуть, а потом и вода не идет. Потом вода идет бурным потоком, если его распрямить. Или когда мы идем в лес. Мы пришли в лес, у нас там свежий воздух, и у нас начинает кружиться голова, потому что мы от кислорода, мы получаем большое количество кислорода. Вот в этот момент то, что произошло, стало чаще биться сердце. То есть оно стало работать. Что такое сердце? Это любовь, это поток любви. Сердце гонит по нашему организму эту любовь. И стало работать, стало биться. Оно откликнулось, да, оно взволновалось, мне это приятно. То, что я говорила, приятные вещи. Там, где был зажим, где вдруг какое-то неприятное ощущение, положите туда сейчас руку. Те, у кого в теле были неприятные ощущения, положите на это место руку. Живот, горло, глаза, грудь. Или кому-то сейчас хочется это сделать. Положите и скажите очень важные слова. Ну вот, Галина, ну так будьте, мне, Натала, будьте там. Положите, пожалуйста, руку на ту часть тела, где были вот такие ощущения и скажите. Я в безопасности. Я в безопасности. Я люблю себя. Я доверяю себе. Я люблю себя такой или таким, какая я есть. Скажите, пожалуйста, эти слова. Ну а теперь давайте перейдем с вами к следующему. Все мы с вами очень много знаем. Очень много знаем. Мы читаем, мы все обсуждаем. У нас достаточно много информации. Но почему-то мы остаемся на том месте, на котором мы есть. И не двигаемся вперед. Как же быть, в чем причина? Причина в том, что, зная, мы отказываем себе в движении. Как называется сегодняшняя наша тема? Алгоритм движения. И курс у меня терапевтический называется тоже так же. Движение к своей цели. Движение, действие. Потому что знание – это знание. Как же мы действуем? Как же мы движемся? Самый основной секрет, который у нас... Вам даже ссылочку вот я смотрю в чате дали. Но нумерология – это не мое. А вот курс движения к успеху, медитативное рисование – это мое. Да, поэтому вы можете посмотреть, там есть отзывы. Вот, раз уже ссылочка появилась, замечательно, благодарю, Елина. Я теперь перехожу к тому, чтобы раскрыть причины того, что является нашей остановкой на пути к своей цели. Самое главное – это существующий в этом мире закон притяжения. Подобное притягивает подобное. Когда вы мне сейчас писали свои желания, то многим из вас я их переформулировала и сказала – убейте вот это, это и переформулируйте. Почему? Вселенной вообще все равно. Но если у вас в вашем желании стоит избавиться от кредитов, я вас уверяю, эти кредиты у вас будут. Потому что Вселенная услышала слово кредит. И ей вообще все равно, что с этим делать. Но кредит – значит кредит. Переформулировать нужно то, что вы хотите получить, а не то, от чего вы хотите избавиться. Итак, внимание, первый секрет. Если вы в своих желаниях от чего-то хотите избавиться. Я хочу перестать болеть. Или я хочу избавиться от кредитов. Или я не хочу больше наступать на грабли. То что происходит? Услышав эти слова, или я не хочу, допустим, маленькую зарплату, да? Или я не хочу, чтобы сын или дочь меня расстраивали. Или я не хочу, чтобы муж пил. Или там еще что-то делал. Вот услышав эти слова, что делает Вселенная? Она вам их подтверждает и увеличивает. Когда вы говорите иначе, вот попробуйте сейчас, те, кто написал свои фразы, что хотят. Или те, кто, скажем так, еще это не сделал. Попробуйте их переформулировать. Что я излечилась. Я процветаю. Я живу в собственной трехкомнатной квартире. У меня достойная зарплата. У меня счастливая семья. У меня есть дети. И как работаю я? Мало того, что вы выразили это свое желание. Вы его сформулировали. Я помогаю это сделать. Правильно сформулировать. И это первый шаг в обучении. Потому что это очень важно. Правильно сформулировать мысли. Мысли, она облекается в форму. И это существует, и это энергия. И опять здесь уже квантовая физика. И это подтверждено. И оно реализуется. Вселенная дает всегда много. Столько, сколько вы попросите. У меня есть такой пример. Когда, значит, работали мы с жильем. Ну, то есть вот запрос, жилье, квартира. А у другой женщины домик. И вот это вот, ой, ну мне хотя бы маленький домик. Я так хочу маленький домик. Останавливаю, говорю, почему так? Почему таким голосом? И почему вот так вот маленький домик? Жилай большой. Нет, большой невозможно. У нас нет столько денег. Мне хотя бы маленький домик. Прошло несколько месяцев. Что происходит? Они покупают маленький домик. И она мне говорит в момент и говорит, нет, а почему я маленький-то пожелала? Я говорю, ну так ты пожелала маленький? Ты не поверила в то, что Вселенная выполнит твое желание? Посмотрите, пожалуйста, вот на этот слайд и посмотрите вот на эти точки. Ведь свое желание не обязательно нарисовать в виде дома, дачи. Как нарисуешь счастье с любимым мужчиной? Как? Или как нарисуешь благополучие, изобилие, процветание? Как? Я не знаю таких рисунков, и я не умею рисовать. Поэтому вот это медитативное рисование, это еще и арт-терапия, исцеление искусством. Оно позволяет в образе, в метафоре, в символах, зная, что такое цвет, что означает каждая точка. А я это знаю. И, как я уже вам говорила, что учусь у людей, которые достаточно знающие. Вы выражаете это на листе. И вот эта картина, которая у вас, ваше желание, правильно сформулированное, показывает, висит и реализует. Это здорово? Как вы считаете? Это великолепно. Поэтому у меня на стенах висят все мои картины. Я сейчас вот в этой комнате, потому что здесь солнца поменьше, а в другой комнате у меня их очень много. На каждое желание, на каждое то, что я хочу. Итак, давайте подведем итог очень коротко. Существует такое притяжение. Если ваши мысли тяжелые, грустные, вредные, вы притягиваете подобное. Если ваши мысли позитивные, радостные, вы притягиваете радость. Но, к сожалению, мы с вами несем такой большой груз по своему роду. Потому что я уже говорила, у нас очень много. Там в роду было невзгод, печали, горе, потери. Там было все. И этот опыт мы несем. И вот эта вот сумка, набитая этим опытом, она с нами. Да еще мы родились. Плакали, мама не подошла, не перепеленала нас вовремя. Стали первые шаги делать, упали. И так далее, и тому подобное. В школе, в подростковом возрасте много чего. И вот эти все обиды, горе, воспоминания о том, что было плохого. Тоже вместе с нами все идет. И мы это несем. Скажите, пожалуйста, бывало ли в вашей жизни, когда вдруг ни с того, ни с сего, вы говорите, ну, меня сегодня накрыло. Так накрыло я и плакала, и грустила, или наорала на всех, потом успокоилась. Было такое ощущение, вдруг ни с того, ни с сего, испортится настроение, и вы начинаете вспоминать или ругать себя, казить, что, да вот, такая я там дура, или такой я дурак, опять я вот не так сделал, хотел сказать одно, а сказал другое. Было такое? Поставьте плюсики, потому что я вот больше чем уверена, что такое было. Вы меня слышите тоже, это будет как наша с вами обратная связь, потому что вдруг я вас уже убаюкала. Я это могу. Я сразу вам могу сказать, что во время нашего с вами разговора вы можете чувствовать иногда не совсем обычное, потом вы со мной поделитесь. И может быть так, что вы уйдете в свой канал. То есть вот тот канал, потому что это энергия. И я ее вам передаю, вы ее чувствуете. И я вас чувствую. И это нормально. Я еще раз говорю, я по своему образованию физик. И это все нормально. И мне нужна обратная связь, чтобы со мной, чтобы понимать, как вообще обстоят дела. Мне нужна эта обратная связь. Поэтому я вас все время прошу. Было. Смотрите, что происходит. Это чемодан, сумка, которую вы несете за собой, со всеми невзгодами, и сколько вы тратите энергии для того, чтобы ее с собой тащить. Ну, возможно ли с этой сумкой танцевать, петь, отдыхать, идти быстро, по магазинам ходить что-то покупать себе? Нет. Она же тяжелая, а я ее несу за собой, не понимая что. Что мы делаем, когда мы идем с вами на вечеринку или идем с вами в гости, мы оставляем свою хозяйственную сумку, мужчина оставляет свой портфель, если он с портфелем, берет минимум портмоне или там сумочку маленькую или даже этого, мы берем дамскую сумочку, мы все оставляем, только самое необходимое, когда идем в театр, идем в гости, идем, и нам легко. Это так ведь, согласитесь? Это нормально, житейское, это вот опыт ваш? Тогда что нужно сделать? Для того, чтобы прийти к своей цели, к квартире, как вы написали, к благосостоянию, к достатку, к здоровью. Как? А вот так, налегке, как вы ходите на день рождения, в гости или в театр. А как от этого освободиться? Когда у меня личные приемы, я консультирую и как терапевт, мы разбираемся лично, индивидуально. И это достаточно дорогое удовольствие, потому что краткосрочная терапия это 10 сеансов, и самое лучшее, ну, скажем так, это хорошо, если это будет 20 тысяч, то сейчас уже таких цен нет, если вы идете к хорошему специалисту. И то это краткосрочная. Далее. Я расстановщик, и сразу могу сказать, что одна расстановка, а это еще более дорогое удовольствие, проявляет причины, очень, очень точно проявляет причины, но она одна. А их надо сделать несколько, чтобы разобраться со всем тем грузом, который мы несем. Почему у нас возникает плохое настроение, нас накрывает, почему мы грустим, злимся, ругаемся, топаем или вообще делаем глупости. Это воспоминания. Воспоминания о прошлом, которые мы несем. Так от этого можно освободиться. Из сумки мы все вытряхиваем, заглядываем в сумку и лишнее выбрасываем. И идем дальше с легкой сумкой. Как освободиться? Это все можно выразить на листок. Выразить на листок с помощью цвета, форм. И вот вы сейчас видите этот рисунок и спрашиваете, а что означают точки? Вот эти точки при определенных фразах, при определенных разрешающих фразах позволяют освободиться от того, что ты несешь, и что тебе мешает двигаться вперед. И с благодарностью обязательно. Это следующий секрет. И запишите в себе его. Следующий секрет. Вы за все благодарите. За разбитый нос, за потерю денег, за кредит. Вы благодарите. Это удивительно волшебное слово, которое все в вашей жизни меняет. Но я сразу могу сказать, это сделать очень трудно. Я шла к этому очень долго. Сейчас я говорю благодарю. Благодарю всем. И событиям, и людям. Но к этому надо прийти. Это не механически. Это вот открытое сердце из глубины души. А можно это сделать только тогда, когда освободиться от того, что мы несем. Груз, который мы несем. И вот на том курсе, про который сегодня я вам рассказывала, вот у вас сейчас будут ссылки. То есть я веду такой обучающий курс. У меня есть два курса. Есть онлайн курсы. Сегодня я вам предлагаю один. Есть курс по обучению вот этой техники Бахтебека Талькамбаева, энергетические картины. А есть курс, который я приглашаю сегодня. Это курсы от терапевтических, где там будет все это. То есть вот я собрала самое ценное, потому что я так устроена. Я пишу книги, я издаю книги, я делаю развивающие пособия для детей, где беру самое ценное из того, что я знаю, что мне дает Вселенная. Я это пробирую и потом курс включаю. И каждый курс вот у меня обучаются. И каждый курс, он отличен друг от друга. Почему? Потому что я каждый раз получаю новые знания. Смотрите, как устроена Вселенная. Я получила знания. И до тех пор, и каждый из вас, пока они у вас, они не работают. Но как только вы их отдали другим, у вас освободилось место, и вам дают более ценные знания. И опять, если они будут только у вас, они работать не будут и пользу не принесут. И как получив эти новые, более ценные знания, я опять их отдаю для того, чтобы сейчас получить новые. И вот сейчас я еду в Германию, в Берту Хеллингеру на семинар по Cosmic Power. И я вам отдаю сейчас свои для того, чтобы освободиться и получить там в Германии следующий, уже от самого автора, от Берта Хеллингера, получить следующее знание. Есть такая энергия Cosmic Power. Удивительные события, которые начинают происходить в жизни. Так о чем я сейчас? Освободись. И первые встречи, первые занятия, это техники, которые позволяют освободиться. Вот на этот листок выложить, оставить на этом листке все то, что ты несешь. Но опять скажу следующее. Иногда мы не хотим этого делать. Умом мы говорим, я хочу дом, но там в глубине у нас сидит страх, который говорит, а что ты будешь делать, когда у тебя будет дом? А это страшно, а это нельзя, это непозволительно. И точно так же про счастливый брак, про здоровье. А как я вот сейчас манипулирую взрослыми, своими близкими, когда я заболею, они ко мне приходят. Я так получаю любовь, нам кажется. Не думая о том, что это нет, это не тот путь. И вот здесь с каждым индивидуально во время вот этого курса мы будем разбираться. То есть это индивидуальная связь, индивидуальная обратная связь с каждым для того, чтобы понять, а что цепляет, что не дает шагать вперед, где тот якорь, за что зацепился он? И ты не можешь как корабль плыть, потому что за что-то зацепился там, в твоем прошлом. Какое побочное действие от всего этого? А побочные действия следующие. Вот такие вот картины. Так, это не... Ну ладно, раз уже открыла эту картину, хорошо, про эту рассказываю. Картины пишутся, как побочные, это все входит в курс, потому что следующий раскрывается творческий канал, свободное художественное мышление, и вы пишете картины под свои желания. Вот эту картину я написала, когда я, во-первых, когда только я вот с этим познакомилась более пяти лет назад, была там на горе Казгурт, вот узнала про арктерапию, про медитативное рисование, я ничего не поняла, я все отвергла. Но вернувшись домой после этой поездки, был симпозиум, как сказать, меня догнала эта информация, я... Она в это время там зрела-зрела-зрела и прорвалась, и я поняла, что это очень ценно. И я стала этим заниматься, и стала собирать группы, стала это предлагать людям, передавать маленькие сначала знания для того, чтобы получить более ценные. Так вот, это картина, которая притягивает энергию изобилия. Когда у меня была финансовая дыра, то, я сразу только вернулась, открыла свой детский центр, ну, центр развития творческой личности для детей и взрослых, не имея ни денег, ни связей в Москве. До этого я очень хотела, но боялась. И, естественно, это очень много сил, это хлопотно, и в какой-то момент я устала так, что у меня не было сил двигаться. Я вот понимала, что, ну вот, даже нет сил, вот, что ты там завтра проводишь занятия, а надо для того, чтобы центр функционировал, так как я руководитель, что мне надо обеспечить и педагогов детьми, и детей педагогами. В общем, нужны деньги. Кто занимается бизнесом, знает, что первый год обычно это в убыток, второй по нулям, третий это прибыль. Вот у меня сразу первый год был чуть больше нуля. Сразу же. Но вот пока я раскручивалась, конечно, было очень тяжело. В сентябре открылась, в ноябре мне, конечно, было очень тяжело. Я села и думаю, я сейчас нарисую картину, которая даст мне энергию и даст изобилие и привлечет в мой центр поток, финансовый поток. Но так как я знаю уже, что там должно быть, какие элементы, в каком количестве, какого цвета, какая форма, что там должно быть. А теперь я еще знаю, какие разрешающие фразы надо при этом говорить. Тогда я не знала еще про разрешающие фразы, не знала, как эти разрешающие фразы включать в эту картину, потому что я вам говорю, что я училась, 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 потихонечку, потихонечку получалась и крутиться. И вот тогда, совсем практически ничего не зная, я написала эту картину. И вот те, кто будет у меня на курсе, пока я рассказываю, можете по ссылкам пройти, посмотрите отзывы, там есть такая кнопочка отзывы, можете почитать отзывы. Это мало, маленькое количество отзывов, но они есть. И вот заложив в эту картину, у меня буквально через неделю начали происходить события, очень интересные события. То есть я, во-первых, я сама наполнилась энергией, ну, как говорят, открыл второе дыхание, во-вторых, я сразу стала, стали, скажем так, поступать очень интересные предложения, которые позволили увеличить доход этого моего детского центра. Посмотрите на эту картину, вот просто сейчас помолчите, посмотрите. Она вам сейчас даст энергию, кому нужны энергии изобилия. Сделайте вот так. Втяните на экране, вы видите картину. Вы можете поднести ладошку и ладошкой прислониться к этой картине. И сейчас в тишине в полнейшей. Втяните в себя эту энергию и поместите в своем теле там, где вам хочется. Теперь возвращайтесь ко мне. Просто сейчас нет в этой возможности вот как бы это сделать более активно, но я вас уверяю, те картины, которые каждый из вас напишет, и вот эти даже маленькие рисунки, которые я вам показала, вот они есть у меня на заставке. Смотрите, пожалуйста. Вот видите, вот эти вот энергетические рисунки на заставке. Если вы сейчас посмотрите, может быть, вы увидите вот в правом верхнем углу, там даже название есть, расцвет. То есть я их подписываю, и они у меня даже говорят о каком-то названии. А вот сейчас я хочу вам предложить следующую картину, подтверждающую то, что это все работает. Называется она «Танец любви». Я шла длинным зимним холодным вечером, а в Москве это вообще просто темень несусветная, и уже так вот устала от всего, от этого. И шла поздно, очень поздно возвращалась. Я живу в Подмосковье, работаю в Москве в основном. И возвращалась домой. Мне так стало грустно, но зная, что ни в коем случае нельзя застревать больше двух минут, погрустил две минуты, и все. То есть когда к вам приходят негативные грустные мысли, слезы, ну вот больше двух минут, нельзя ее удерживать, иначе она начинает сразу же материализоваться. Поэтому я уже это знаю, отслеживаю, говорю, когда она пришла, я говорю, о да, привет, дорогая, я говорю, дарю тебе, что ты пришла ко мне, там или грусть, или печаль, или слезы, там или раздражение, или злость, или негодование, все приходит ко мне тоже, как вы думаете. Я просто знаю, что с этим делать, и как с этим обращаться. И я пока сна домой, я стала напевать, я танцевать хочу, я танцевать хочу до самого утра. Я пришла, и мне захотелось сразу же это выразить на листе бумаги. Те техники, которые, вот посмотрите, пожалуйста, это возможно каждому из вас. Не пугайтесь ни краски, ничего, мы не рисуем дом, людей, лицо. Но если вы присмотритесь сюда, то вы увидите двух танцующих людей, мужчину и женщину. Вот присмотритесь на эту картину. Кому сейчас хочется танца любви, вы сейчас можете впитывать, пока я рассказываю. Вот точно так же, принести ладошку, вот так втянуть. А где лучше поместить энергию? Она знает, где у вас, внутри вас свернуться. Вот не повелевайте ей. Ваше тело такое мудрое, оно знает, куда и где, что вам хранить. Поэтому насладитесь, отключите мозг. Вот для чего я сегодня так много говорю? Чтобы вы были вне ума, чтобы вы наконец-то его отключили. И не пытались размыслить, потому что понять, что это, невозможно. Как невозможно понять, что такое электричество, вы им пользуетесь. Или как устроен холодильник, вам надо? Нет, вам надо, чтобы он морозил, чтобы там лежали холодные продукты. Все. Вот точно такой же подход и здесь. Не важно, как это работает, Вселенная знает. Так вот, я положила листочек, сделала очень быстро, это где-то 15-20 минут и работа занимает, потому что я рассказываю, как это делать быстро. Я не люблю долгие процессы, так устроена я, кто-то любит долгие процессы. Бога ради. И все. Сделала свои вечерние дела, легла спать. Через три дня мне звонок и говорит, вы знаете, у нас есть льготная путевка в санаторий, там где-то, это зима была в России. То есть льготная, то есть это бесплатная. Вы поедете? Ну, я думаю, как-то в России так все мрачно. Говорю, нет, я не поеду. Я отказалась. Проходит несколько дней, мне звонят и говорят, у нас теперь есть путевка, но только теперь в Крым. Думаю, Крым, море холодное, сыро. Я знаю, что такое Крым. Я жила, муж военный, мы много что объездили. Я говорю, нет, я не поеду в Крым. А сама думаю, нахалка. Ну, люди пригласили. Это какие, Вика, первый раз в жизни мне предложили бесплатную путевку, а я тут, значит, кочевряжусь. И я положила трубку, ну, отключилась, телефон, самой совестно, неловко, стыдно, думаю, ой, ну, какая все-таки я, вот, свинтус. Буквально через день, на следующий день мне звонят и говорят, вы знаете, у нас есть путевка в санаторий Ессентуки. Поедете? Я, конечно, тоже немножечко покапризничала, но потом поняла, что третий раз отказываться нельзя, они без вопроса скажут, ну, и все, и больше ничего не получишь. Я поехала. Зачем? Вот сколько дней я там была, я могла себе позволить только 10 дней, потому что у меня очень плотный график, а это было внезапно. И вместо 18 дней я была 10 дней. Я 10 дней танцевала. Вот таким образом выполнили мое желание. Я шла и пела, я танцевать хочу. И вот так небеса, вот так Вселенная, оно выполнило мое желание. Поэтому следующий шаг алгоритма движения к своему успеху. Вы желаете, но никогда не думаете, как Вселенная это сделает. Присушитесь, пожалуйста, к моим словам. Мы боимся желать себе квартиры большой, потому что начинаем думать, а где я деньги возьму на эту квартиру? Или, например, я не Рокфейлер, и этим прикрываем себе Вселенную, запрещаем, ставим ограничения, запрещаем выполнение вашего желания. этого делать нельзя. Я не знаю, я вот пела, вспомнилась мне эту песню, я ее пела. В результате я попала в санаторий, в результате я совершенно бесплатно, я получила огромное удовольствие, я купалась в термальных источниках, и еще все вечера я танцевала. Кто-то приходил и говорит, фу, музыка не та, люди не те, публика не та, не было вообще все равно. хорошее светлое помещение, играет музыка, и мне было все равно, какие там люди. Я-то танцевать пришла, а не на людей смотреть. Я получила колоссальное удовольствие, я сказала, благодарю, вот, оказывается, почему эта картина у меня родилась. Каждый из вас этим знанием сможет пользоваться всю оставшуюся жизнь. Как это получить? Проходите по ссылочке вы получите, во-первых, эти знания, вы получите описание всех элементов, которые есть в картине. Вот посмотрите за моей спиной, видите картину, сколько там мелких элементов. Я все дотошно записывала, записывала за гуру, да, то есть, когда обучалась, все записывала, у меня все это есть. И я расскажу вам, что должно быть в картине, чтобы она работала, чтобы она притягивала энергию и выполняла ваше желание. Проходите. Так, вы здесь у меня? Наталья, здравствуйте, я опоздала. Наталья, вы пришли в самое время. У меня слайды не перещёлкиваются. Ой, так бывает. Потому что энергия иногда зашкаливает, что выбивает всё. И у людей, кто там слушает, тоже выбивает абсолютно всё. Так, не могу переключить слайд. Ну, чудеса. Ладно, попробую вот так. ой, тут что-то. А, да, Эвелина, уже и назад, и вперёд. Сейчас. А-а, ни назад, ни вперёд. Переключился на несколько. Сейчас будет листаться. Так, всё, всё пошло не туда. Хорошо, раз у нас сейчас выстроился вот этот вот слайд, ничего просто так не бывает. Быстренько. те, кто приготовьте стаканчик воды или стаканчик воды, пожалуйста. Хорошо, Эвелина, я поняла, сейчас разберёмся. Как итог, негативные эмоции притягивают бедность, болезнь, катастрофы, страдания. Вы звук прибавьте и сходите за стаканом воды. Вы сейчас выполните технику одну, которую я сегодня вам даю. У меня вчера был свой домашний, семинар, то есть те, кто ко мне приходит на обучающие курсы, вот на эти терапевтические курсы онлайн, потом совершенно бесплатно принимают участие, я приглашаю на свои домашние вебинары. Вчера у меня был такой домашний вебинар. И на этом домашнем вебинаре, вот я перед тем, как его проводить, я тему обозначила о своих возможностях, думаю, ну какая же мне техника, да, какую мне технику показать, что сегодня. И вот, вы знаете, когда такой вопрос задаешь, то Вселенная дает себе ответ. И вот вчера я дала очень мощную технику, это опора и поддержка. Это совершенно бесплатно для тех, кто пришел ко мне на домашний вебинар. Но кто ко мне, кого я приглашаю? Тот, кто уже был у меня вот на таких обучающих курсах. Поэтому вы регистрируетесь. Такая стеклянная должна быть вообще неважна. Нам любой сосуд с водой. Вот. Ну, вообще лучше, наверное, стеклянный. Хотя можно будет в него заглянуть сверху, не столь важно. Нам главное создать образ, чтобы у вас в голове зафиксировался образ. Поэтому все равно, что чашка, пусть это чашка будет с водой, стакан с водой, все равно, что. Это неважно. Листочек бумаги и здесь вот маленький такой тестик будет. Вы можете, вам сейчас на этом листочке нужно будет написать. Я не даю инструкцию, что взять в руки и чем писать. Я хочу посмотреть, что вы возьмете. И я вам прокомментирую это, что вы взяли, что это означает. Итак, листок бумаги, то, чем написать, и стакан с водой. И техника очень простая, доступная, веселая, которая можно на каждый день. Так, солнце меня как-то так отсвечивает. Итак, пока вы ходите за этим, готовите все это, я хочу в чате получить обратную связь. Что вот сейчас, слушая меня, может быть, какие-то вопросы, какие-то уточнения. Вы пишите в чате, я буду на них отвечать. В Санкт-Петербурге года назад ваших картин только позитив. Да, Валина, да, и от ваших картин будет позитив. Вы не представляете, как вы измените свою жизнь. Вам не надо будет вымаливать вот те, кто говорит, мне дети не звонят, они забыли, как так они могли, я для них всю свою жизнь отдала, муж от меня отвернулся, или жена, или не обращает на меня внимания. Вам это не надо будет. Почему? Потому что вы настолько измените, настолько впустите много радости в себя, что вокруг вас будут радоваться люди. Вот я тогда говорила про картины, думаю, что же такое я про картины хотела сказать. Картины, которые исцеляют от онкологии. И вот, когда я эти экспедиции водила, и когда я видела, как люди на выставках, они рядом с этой картиной, просто вот эту энергию картины получали, да, четвертой стадии рака, но дома сильные боли до этого были. А вот здесь, лежа на диванчике, рядом с этой картины, потому что это выставочный зал, боль проходила, человек начинал жить. Разве это не чудо? Эти рисунки позволяют исцелиться от онкологии, то есть техника рисунка тоже этому подтверждение есть. Берете то, что хотите, то, что хотите. Это не важно. Вот к чему рука тянется. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто сейчас готов со мной, я на вас настроюсь. Кто готов сейчас выполнить эту технику? Значит, на листочке вы сейчас, кто готов, поставьте плюсики в чате, или вы еще там ходите, наверное, да? Ну, понятно, Евелина, вы здесь со мной, да, много уже плюсиков, а остальные у нас как? Я вас подожду тогда. Ага, так, Анна, вижу, Анна, хорошо, я очень рада. Ага, хорошо, Василиса, ой, ты вот такой смайлик, Наталья, я вас люблю, я вас благодарю, от чистого сердца. Я вам сейчас даю благо, благодарю. Вот все, кто поставил сейчас плюсики, я вас благодарю. И я вас уверяю, я самый обычный человек, такой же, как и вы. Но, когда у меня был вот такой каналчик, через который я получала энергию, а творчество, это связь со Всевышним, об этом еще Рерих писал. То есть, только через творчество мы связываемся со Всевышним. Как угодно вы можете называть, я еще раз подчеркну, я физик. Уж вот, скажем так, склад ума у меня соответствующий. Но Вселенная это уникально. И когда я была еще школьницей и училась, то учитель по физике говорил следующее, если вы не хотите сойти с ума, не думайте о том, как устроена Вселенная. Я вам скажу больше. Сейчас наши физики в полнейшем ученый, в полнейшем замешательстве, потому что те законы, которые были до этого открыты, и мы по ним учились, они, оказывается, уже не работают. И что теперь делать? Это Вселенная. Это такая мощь, это такая бесконечность. А мы часть Вселенной, мы это можем. Так получите, хотите, научитесь, получите и передайте это своим дальше. И у вас освободится место, чтобы еще следующее получить. И так шагать на ступеньки, по ступенькам, по ступенькам, выше, 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 к счастью, к радости. Вы это можете, вы достойны. Никто никому не запретил быть счастливым. Никто. Это только заблуждение. Это то, что у нас было с вами в прошлой нашей жизни. Итак, какие законы не работают? Ну, у вас сейчас не этот, не диспут по физике. Ну, это так. Поэтому просто сейчас эту дала информацию, что сказать о том, что Вселенная уникальна, неопознанна, непознанна, и что такие у нее возможности, которыми она наделяет вас. И вот когда вот такой маленький каналчик, ну, что можно по нему получить? Или когда вот такой он широкий, и вы его расширяете. Как вы можете его расширить? Освободиться от тех болезненных, негативных воспоминаний. И я скажу, какие очень ключевые фразы. Достаточно просто говорить каждый день, чтобы двигаться. То есть посмотрите, как много нового я дам. Вот тот, кто меня уже знает и был на моих обучающих курсах, вы еще про эти фразы не знаете, потому что я их открыла для себя совсем недавно, дополнила себя ими, то есть новыми знаниями. И сейчас уже даю. Ну что ж, вы здесь, плюсики вы мне поставили. На листочке напишите, пожалуйста, свое желание. Но я еще раз вам скажу, что желание вы формулируете таким образом, как свершившееся. Например, начинайте со слова «благодарю». Благодарю Господи или как вы там хотите обращаться к Вселенной. Вселенная, благодарю Вселенной или благодарю Всевышней или там, если у вас есть ваш любимый святой. Это не важно, потому что это все одно. Это все наш мир. Та большая сила, которая создала этот мир, можно сказать, силы света. Это на выбор. Я буду говорить по-разному, а вы пишите свое желание. Итак, первое слово «благодарю». Дальше вы кого благодарите? Благодарю Господи, что я излечилась или благодарю Вселенной, что я процветаю. Благодарю Всевышний, что я живу в собственной трехкомнатной квартире. Благодарю Вселенной, что у меня достойная зарплата. Благодарю, что у меня счастливая семья. Вы можете достойную зарплату обозначить сумму, какую вы хотите, но опять же все в разумных пределах. Благодарю, что у меня счастливая семья, здоровые дети, ласковый муж, добрый муж, заботливый муж, а я любящая, любимая жена. Благодарю, что у меня есть дети. Это для тех, кто хочет детей. Вы их приглашаете в свою жизнь. Итак, первое слово «Благодарю». Дальше обращение, как вы привыкли обращаться в своих просьбах, а дальше свое желание, как свершившийся факт. записали. «Благодарю». Солнышко, конечно, люблю, но отсвечивает. Сейчас я как-то попробую «Благодарю». Солнышко немножко сдвинуться. Написали, да? Плюсики давайте поставим, что вы написали. Я не могу вам сейчас ничего написать, Наталья. Я сейчас сказала, еще раз повторю. Попробуйте сейчас сформулировать самое простое желание. Например, вы завтра хотите купить себе платье. Тогда вы пишите. Вот не пытайтесь сейчас взять что-то глобальное. Вы поймете суть, приходите на курс, я вам расскажу, что и как. Вы будете правильно в дальнейшем формулировать. Смотрите, вы сейчас пишите «Благодарю». Дальше вы обращаете «Господи, Вселенная, Всевышний, Светлые силы». Как хотите, «Космос». Как вы, как ваша душа просит. А дальше вы говорите, если вы хотите, допустим, проверить, как это работает, и хотите завтра платье, значит, закажите себе «Благодарю». Завтра красивое там платье или что-то, да? Попробуйте так, попробуйте какое-то краткосрочное сейчас желание, вы просто прислушайтесь к себе, потому что, смотрите, у Вселенной нет ограничения по времени. Ваше желание может исполниться через два дня, а может быть, через два года. Когда я захотела издавать свои книги, мне пришлось ждать два года. Я издала их на свои деньги, потому что ни одно издательство не брало мои книги. Я издала на свои деньги, и в своем детском центре я их продавала детям, потому что это были развивающие пособия, родители их покупали. И вдруг, совершенно, вот через два года, ну, я тогда, я собиралась писать эти книги, я правильно сформулировала и захотела. И вот сейчас у меня 20 развивающих пособий, я сотрудничаю с издательством Питер, в Санкт-Петербурге, и мои выходят издания, вот мне нужно было подождать два года. И это очень важно, что у Вселенной нет ограничений. Если вы сейчас себе запланируете домик у моря, то как проверить, что, я сейчас вам скажу еще по технике безопасности, как проверить, что это будет. Попробуйте сейчас запланировать что-то такое, захотеть что-то такое вот краскосрочное. Например, вот смотрите, когда совершенно, опять внезапно вот этот вот семинар, обучающий Берта Хеллингера в Германии в конце июля, он у меня не запланирован был в бюджете. Я, когда мне сказали, что вот есть, мы вас приглашаем, вы поедете, а это достаточно дорогое удовольствие, я вам сразу могу сказать все эти обучающие семинары. Я сказала, да, а сама думаю, так, в бюджете денег не рассчитано, но я четко понимала, что деньги придут. Буквально на следующей, на прошлой неделе мне пришел гонорар из Питера. Дополнительный тираж, то есть я не знала про это, что они там, дополнительный тираж. И я получила ту сумму, которая покрывает мои расходы, билеты и оплачивает. Ну, чуть-чуть мне еще нужно заработать. Поэтому вот так вселенная работает. Когда это произойдет? Если у меня семинар конкретно с 27 июля, то мне вселенная дала до этого момента, чтобы я могла купить билеты, сделать визу и проплатить. Понимаете, о чем я сейчас? Итак, я благодарю обращение, кого вы благодарите, и свое желание. Теперь вы берете этот листочек. После того, как вы сейчас это сделаете, вы мне напишите, кто чем писал. А вы сейчас берете этот листочек, настраиваетесь на то, что у вас это не реализуется по той простой причине, что ваши негативные эмоции притягивают невыполнение этого. То есть вот те воспоминания в прошлом, болезненные, обиды, разочарования ваших, или ваших родных и близких, вашего рода, они тормозят, мешают. Их нужно смыть. То есть есть какие-то препятствия, это не происходит. И вы сейчас, для того, чтобы потом это удерживать в голове, но если у вас не будет получаться визуализировать, вы можете это делать с листочком вот точно так же. Есть ваше желание, оно большое, оно больше, чем этот листочек, оно объемное, но вокруг него на что-то налипло. Есть, может быть, какие-то соринки, мусоринки. Вот есть то, что мешает этому быть. смыть. И лучше всего смыть. И вы берете листочек, берете стакан с водой, чашечку, это не важно. И вот так вот, глядя на этот листочек, на то, что там написано, и хорошо, что если вы сейчас отключите весь свой ум, вы не будете слышать, вы настроитесь, попробуйте опустить этот листочек и представить, как вода, может быть, это море, может быть, еще что-то, но вода смывает. Вот она смывает, размывает все препятствия. Это как, можно представить, как испачканный в земле или в песке выдернутый вкусный овощ. Он грязный, а вы его моете, окунаете в воду или клубничка. Вот почувствуйте, как ваше желание освобождается от грязи, от мусора, от всего, от всего. Если вам захочется закрыть глаза, вы закрываете глаза и говорите эти слова «благодарю», «благодарю», «благодарю». И несколько раз, окуная в воде или, может быть, только опустив и закрыв глаза, вы это делаете в своем голове. Вы говорите «благодарю», «благодарю», «благодарю». «благодарю». «Я благодарю». «Я открываю свое сердце». «Я благодарю». Прислушайтесь к своему телу. Как это откликается у вас? Вода универсальна, она всё смывает, она всё нейтрализует, она извлекает постановки, негативные воспоминания, она очищает вашу душу и ваши желания. Вы можете оставить этот листочек в воде, Наталья, можете несколько раз его окунуть, а дальше вы закрываете глаза и вы просто представляете себе, в вашем воображении, ваше желание становится, вот с него смывается абсолютно всё в памяти. Не спешите. Да, Галина, это так. Вы позволили себе действительно желать, потому что очень часто мы говорим, я желаю, я хочу, но внутри конфликт. Ум говорит одно, душа говорит другое. И происходит конфликт. И именно по этой причине не реализуется то, что вы хотите. Никогда из состояния конфликта не исполняется желание. С помощью красок, цвета, мы убираем препятствия. Вот посмотрите, пожалуйста, сейчас на этом слайде, справа от стакана с водой, есть рисунок, как будто что-то размытое, розово-желтое. Это вот в воде на листе бумаги растворяются беды, болезни, катастрофы и страдания. Это соответствующая техника. Излечивается мурез, слога невроза. Это уже я работаю, когда с детьми, заикание. Ну, то есть слога невроза. Это когда я уже работаю индивидуально. Но вы узнаете о том, как этим пользоваться постоянно в своей жизни. И я расскажу о том, как, что делать с водой. Это, конечно, не арт-терапия, но вот я поделюсь с вами знаниями. Чтобы вода тоже смывала с вас то, что налипнет каждый за день на вас, то, что к вам прилипнет. Потому что очень много энергий чужих, которые к нам прилипают. Что же такое это медитативное рисование? Вот посмотрите, пожалуйста, на тот рисунок, который вы сейчас видите на слайде. Ну, кто из вас сказал бы себе, что я так не смогу, сможете. И опять же, когда мы рисуем что-то конкретное, собаку, кошку, дом, у нас включается контроль. Мы и так с вами все время в рамках, и нас все время контролируют. И возникает протест. Здесь нет никаких ограничений. Здесь нет критериев и оценок. И когда ум видит, что сравнить это не с чем, когда ум понимает, что это безопасно, потому что никто отметку не поставит, похоже, не похоже, он молкает. Медитация – это когда тишина в уме. И в этот момент вы начинаете слышать свою душу. И рисует на листе не ум, а рисует ваша душа. И вот такие короткие зарисовки утром, когда вы программируете свой день, и он именно таким, каким вы его сопрограммировали. Или когда вы освобождаетесь от того, что вам мешает, то, что всплыло на поверхность. А это могут быть и слезы, и тошнота. Вот я наблюдаю, когда очные, когда я вот выездные, делаю мастер-классы, выездное обучение. Вот если кто в Сочи, я в Сочи буду в августе. Можно с вами лично. В Екатеринбурге буду осенью. По всей видимости, в октябре. Вот. Проводить занятия. Сейчас в Москве. На Кипре в сентябре. В сентябре это Кипр. Вот. Пожалуйста. Светлояр. Это будет у нас ноябрь, декабрь, январь, где мы выезжаем в эти сакральные места, занимаемся. Так что я хочу сказать. Вот смотрите. Вот этот рисунок, он выразил мое состояние. И он сразу же стал работать на весь день. Вне ума, когда тишина, когда вы делаете то, когда душа вам показывает вас истинно. Вы знаете, как интересно, что первые рисунки, которые получаются с помощью краски или с помощью вот, я рассказываю, какие можно взять фигуры, да, геометрические, то получается всегда лицо человека, твое истинное лицо. И тогда ты начинаешь понимать, вот я какая. Вы знаете, это необыкновенные ощущения. До этого маски, и уже устали нести эту маску. И вдруг на листе появляется твое истинное лицо, чистое, прекрасное. Это так. Я когда сама увидела первый раз свое лицо на листе, мне тоже человек показал, говорит, а вот посмотрите, твое лицо. То есть зачем я не увидела, пока мне не показали. Точно так же я показываю вот во время рисунков, потому что когда онлайн обучение идет, онлайн занятия, вы все мне присылаете. Я каждое из рисунков комментирую. И все рассказываю. Это идет индивидуально. Это очень большая, колоссальная работа с моей стороны. Если ты хочешь, если лень, если начинаются оправдания, я не успела, то не успела, но это уже твоя ответственность. И это уже тоже о чем-то говорит. Положительная мысль в сто раз сильнее и негативнее. Представляете, вы захотели на рубль, или вы захотели маленькую коробочку радости. И вы эту маленькую коробочку радости сейчас у себя внутри, вот там вот ее возродили. Вам вселенная усилит во много-много раз. И тогда вокруг вас будет радость. И вы притянете к себе. И ваш муж или жена станут радостными. Дети. Потому что вы притягиваете к себе подобное. А они по необходимости должны вам это подтверждать. Если вы считаете себя жертвой, что вас все обижают, то ваши родные, как бы они хотели, они вам будут подтверждать ваше состояние. И вы будете говорить, как опять не позвонили, опять. Ну, конечно же, они не будут этого хотеть. Но они просто не в состоянии будут что-то изменить, они будут вам это подтверждать. И чтобы не быть неблагодарными, они скажут, что себе лучше я буду реже видеться. Потому что когда я вижу себя, чувствую себя виноватым. Мы сами программируем, мы сами создаем это состояние. И вот когда вы рисуете с помощью формы, мыслей, образов, вы создаете вот это состояние. Но сначала первый этап, помните, мы с вами сказали, освободиться от воспоминаний. Алгоритм движения к успеху. Освободиться от этих воспоминаний. И, возможно, управлять своей судьбой. Ну, вот, например, посмотрите вот на эту картину. Эта картина, которую я назвала «Мой род». Ну, напомню еще раз, что я расстановщик, я работаю по методу Берта Хеллингера. Есть родовая система. То есть достаточно много у меня знаний. И вот в моей судьбе, в судьбе моего рода, было очень много печального. То есть прерванный поток любви, прерванный поток денег. Это то, что я знаю. Но я догадываюсь, что там были и отвергнутые, и убитые, и убийцы. Все. Все может быть. И как только я чувствую, так как я уже обладаю этими знаниями, что-то со мной происходит не так, как сгрубнулась, или что-то я сделала не так, да, или как-то там вдруг неожиданно, неадекватно себя повела, это напоминание оттуда. Это мой предок про себя мне напомнил. Я знаю, как с этим работать. Но как только я написала вот эту картину, она родилась у меня очень... Сейчас у меня очень много картин, они в основном рождаются уже в уме. Я их уже не составляю. Вы на первых порах будете составлять. И с каждым разом рисуя, вы будете уже пользоваться... Вот уже будут рождаться они у вас, эти образы в уме. И вот эта вот картина, вот посмотрите на нее. Как можно ее оценить, или, например, там сказать, что она там похожа, не похожа, на что это похоже, вообще художественное ли это произведение, или что-то это еще. Можно разве что-то сказать здесь? Конечно, нет. Что это? Это абстракция. Но каждая точечка, поставленная на этом листочке, эта картина на холсте акрилом, вы задавали вопрос в чате, что означают точки. Вот у каждой точки есть смысл. На каждой картине, у каждой точки определенный смысл, и я говорю, что говорить, для чего вам нужна эта картина. Вот в данный момент мне нужна была картина, чтобы на ней был весь мой род. И я с благодарностью поставила эти точки. И я очень часто обращаюсь к этой картине, когда я понимаю, что идут отголоски прошлого моего рода. Так я их приветствую, разговариваю, благодарю. И выстраиваю, ставлю на свои места. Как только система, моя родовая система будет вся выстроена, огромный поток любви, огромный поток энергии, денежный поток, просто огромнейший. Он восстановится и через меня пойдет к моим детям, внукам и так далее. И род будет полнокровный. Это возможно для каждого, вспомнить своего предка. Но искать по архивам невозможно, не сохранилось. Мы не знаем. Ну, до седьмого, может быть, поколения, колена, как мы говорим, а дальше. А там от прародителя мы не знаем. И не знаем, как горько им было. Но они хотят, чтобы их не винили, простили и отпустили. И вот эта картина мой род. И вы видите, сколько там точечек, сколько язычков. И я не знаю, иногда бывает, мы идем по улице, кому-то хочется подать денежку, да, попрошайки, а кому-то не хочется. И вот когда вдруг у меня что-то торкнет, и я даю монетку, и я не знаю, этот человек, может быть, это профессиональная попрошайка, но меня торкнуло, меня зацепило. Я знаю, что я в этот момент даю помощь моему предку, который тогда в своей жизни что-то недополучил. Понимаете, о чем я? И я мысленно возвращаюсь к этой картине и говорю, да, тогда тебе не хватило денег или еды, не хватило, или еще что-то. Я тебя помню, да, ты есть, ты сегодня о себе напомнил, и ты, я тебя сегодня отблагодарила. Ну, где вы тут со мной? Нет. Так, а что делать с бумагой? Отвечаю на ваши вопросы. Что делать с бумагой? Ничего не делать, это всего-навсего уже бумага. Все, что вы сделали, сохраняется теперь внутри вас. Вы можете оставить этот листочек, можете потом на него смотреть, можете благодарить. Это всего-навсего слова, но вы сделали что? Вы запустили процесс, вы очистили, вы можете потом еще делать это, писать еще раз и опунать, можете этот же самый листочек. Важно то, что вы сейчас включили тумблер на исполнение своего желания, но это надо подкреплять, то есть этого недостаточно, нужно делать следующие шаги. Приходите ко мне на курс, это совершенно доступно, это 8 потрясающих занятий, это материал, где вы получите объяснение, расшифровку и сделайте это сейчас, потому что все меняется в этой жизни. Жмите, зафиксируйте себя, подумайте, у вас есть время, почитайте отзывы, прислушайтесь, как у вас откликается, и если там откликается, я вас уверяю, никакой денежной потери у вас не будет, у вас будет только прибыль. Я уже это на себе испытала, у меня уже достаточно много учеников, и картины, которые они пишут, я выставляю в интернете. Все картины, вы представляете, ваши картины, видят весь мир, и мне сейчас пишут, с Италии, с Америки, и самой ездят в эти экспедиции, и вот так через интернет мы знакомимся. Кто там про одиночество говорил? Нет одиночества. Его нет. Мы обмениваемся, я показываю картины, я приглашаю на свои вебинары, на домашние вебинары, я дарю то, что я знаю. Я очень хочу, чтобы вы были счастливы. Если вы хотите, берите. Ну, если это не ваш размерчик, ну, значит, не ваш размерчик. Не жалеете, так и скажите. Ну, не мой размерчик, я что-нибудь другое поищу. Напишите, пожалуйста, чем вы писали. Осталось мало времени. Ой, как мне хочется еще вам много всего рассказать, показать и подарить. Я еще несколько техник, но уже не успеваю я. Напишите, пожалуйста, кто чем писал. Если это шариковая ручка, то какого цвета? Если карандаш, то какого цвета? Мне сейчас важен цвет. Кто чем писал? Галина, ручка какого цвета? Ну, я подразумеваю, что синяя, да, наверное. Ага, синий, 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 синий. Хорошо. Значит, ну, в основном, наверное, синий, то, что было у вас под рукой. Напишите, пожалуйста, вот, вот, Евелина, это про что? Ручка синяя, а хотела с простым карандашом. Что за сомнение? Всегда то, что там хочется, это важно, это истина. Возможно, вы в жизни вот так себя по рукам бьете. Подумайте об этом. Так, ой, ну что ж, мне прям солнце люблю, но вот отсвечиваю я вам, да? Не видно меня. Красную отложили. А красная – это любовь, это прерванный поток любви. Ваш род, ваши предки говорят вам, что поток любви прерван, восстанавливайте его. Поэтому красная ручка вам и... Опять вот подумайте про себя, смотрите, как интересно. Красную отложила, хотела синий, взяла простой карандаш. Может быть, вы в жизни хотите все время угодить кому-то? Невозможно. Можно только себе. Итак, синий цвет, вас хорошо видно, ну вот я тут у себя, как блекую, у меня пол лица, видно мне, пол не видно из-за солнца, поэтому я двигаюсь. Но вообще движение – это жизнь. Мне с вами так сейчас хорошо, я вам передать не могу. Итак, синий цвет, который вы взяли, синий цвет – это свой путь. Посмотрите, как символично. Вы написали желание, написали синим цветом, вы сейчас запустили у себя в бессознательном процесс на движение своим путем к своей цели. Ведь вы прекрасно знаете, что если донашивать платье или туфли, или одежду за кем-то, это не мое. Я тут вот недавно смотрела, вот буквально что-то захотелось мне мультики посмотреть, отдохнуть, чтобы мозг отдохнул. Очень напряженная работа. И смотрела мультфильм про Карлсона. И там малыш говорит маме, мама, а что вот, когда мой брат вырастет, женится, а потом умрет, мне что, за него нужно будет замуж, за его, грать в жену и его жену? То есть, жену его донашивать? Старую? Она говорит, почему? Он говорит, ну как же, я сейчас все за ним донашиваю, всю одежду, все донашиваю. Ну, значит, логично, и что и жену. Так вот, я про что? Про что я? Что можно только свое. Потому что, если вы будете угождать кому-то, это будет отказ в своих потребностях. Когда мы отказываем в своих потребностях, я не говорю про искушения какие-то, да, там, про излишек. Я говорю про реальные потребности. Реальные потребности, базовые потребности, это воздух, вода, дом, семья, дети, работа, безопасность, деньги – это безопасность. Если нет денег, ты в опасности. Подумайте об этом, но это тема другого разговора, другой вообще темы. Это очень интересная тема, но это немножечко другая. Поэтому себе не отказывайте. Писал черный, подразумевал зеленый. Отлично, как интересно. Вы удивительные мужчины, я так понимаю, что мужского рода. Текст. смотрите, черный цвет – это связь с предками. И предки вам сказали о том, что вы возрождаетесь. Или дали вам на пусте возрождаться, раз вы думали о зеленом цвете. О рождении, перерождении, зарождении. Я могу предположить, но опять это мое предположение, моя интерпретация, что сегодняшняя наша встреча с вами именно для того, чтобы был толчок для этого зарождения, перерождения, рождения. Оглянитесь и посмотрите, что вы отложили, что вы решили для себя нереальным. Это вот из этой области. Подумайте об этом. Приходите ко мне на курс. Мы с вами в этом разберемся. Каждый цвет, он символичен. И я вам показала картины и показала, что они разные. Помимо того, что там есть цвет, там еще есть знаки, форма. И когда вы этим уже владеете, когда вы в это войдете, для этого сначала нужно освободиться от всего того, что мешает. И поэтому что поэтому сначала мы освобождаемся от того, что нам мешает. Высвобождаем из себя негативные эмоции и создаем вот потом такие только картины. Мысль у меня сейчас такая интересная пришла. Но, к сожалению, я уже не успеваю вам это сказать, разбить эту мысль. Итак, давайте мы с вами подведем итоги из того, что сегодня у нас было. Вселенная наша, она уникальна настолько, и мы только 5% пользуемся нашими возможностями. 5% она нам дает очень много всего. Сейчас есть возможность всем этим воспользоваться. В разных обертках, в разных составах, в разных информационных составляющих. Поэтому вот такие большие конференции, где очень много выступающих спикеров. и вы находите для себя то, что для вас. Это мое. Я это беру или не беру. Я говорю за свой курс, потому что этот курс уже опробирован, он ведется. Я с ним езжу по городам и странам, я могу так уже сказать. и я вижу результаты. Я привела вам сегодня несколько примеров, как картины, которые созданы, изменяют, меняют в моей жизни. Да, вот меняют мою жизнь. Вот здесь вот сейчас перед вами две картины. Это тоже мои картины. Первая картина, которая... Давайте мы сейчас проведем такой маленький тест. Посмотрите на левую картину, что вы там видите и что вы чувствуете. Можете, что видите, что чувствуете. А я пока вот напишите про левую картину, про правую я вам могу сказать. Вот правая картина, она написана на зеленом фоне, там есть определенное количество точек, определенное количество элементов. И когда я писала эту картину, я это писала картину на исцеление. И это произошло. А вот эта вот левая картина смеюсь. Ага. Так, остальные у меня. Как вы там со мной живы? Остальные? Ну, хорошо, не буду я вас больше вопросом задавать, потому что я знаю, что прекрасно, что вы сейчас ушли в свои мысли. У вас сейчас идет процесс. И в этом процессе, возможно, вам стоит побыть в тишине. побыть, потому что вы запустили этот процесс, и он у вас есть. У вас есть бабочка, да, бабочка, жучки, там есть божья коровка. Это мой оберег, как оказалось. И вы знаете, что самое интересное? Когда я стала заниматься арт-терапией и вот медитативным рисованием, то так, рисунки эти читаемы, они читаются по линии судьбы матери, отца. Это все читаемо. Это все про вас. И вот Бахтебек, он мне прочитал и говорит, а ты знаешь о том, что твой оберег это божья коровка? И я вспомнила, так как я вам в самом начале говорила, что я работала в школе с детьми, мне дети всегда дарили божьих коровок. Всегда. Это было связанное, со своими руками сделанное, вырезанное, приклеенное, вышитое из бисера по-всякому. И я думаю, ну надо же, как дети любят божьих коровок. А это мне Вселенная оттуда говорила, что это твой оберег. Она меня так оберегала. И я вам могу сразу сказать, что я по жизни иду, у меня очень много и невзгод, и горести, и потерь, и печального есть. Но я четко чувствую, что меня Вселенная оберегает. Иногда еще говорят так, убого отмоленная. Здесь такое выражение. Я не знаю, как это, но я знаю, что она меня оберегает. А сейчас пришло время вернуть Вселенную, отблагодарить ее. И поэтому я с вами здесь. Те знания, которые она мне дает, я даю вам. То есть через меня я вам даю. если вам это про размерчик пришлось, если вам это близко и екнуло в сердце, открывайте ссылочку и приходите на этот курс. Вы удивитесь, насколько ваша жизнь станет яркой, красочной, и насколько она изменится, и насколько ваши близкие и родные будут вокруг вас меняться. Наркомания и другие зависимости, когда есть в семье, то мы созависимы. И лечить иногда наркомана, алкоголика бессмысленно. Мы работаем с созависимыми, с членами семьи, и там происходит улучшение. А у вас есть возможность это делать с помощью цвета, картин, мягко, безопасно. Ну представьте себе, пожалуйста, вы не сделаете никогда себе больно своей рукой. Вы не будете себя колоть, щипать или что-то там еще делать. Или резать. Это только если есть уже пограничное психическое состояние, состояние аффекта. Но вы нормальные, разумные, вы не сделаете себе плохо. А когда вы берете краски, карандаши, ручки, и на листе бумаги рисует ваша душа, там ничего опасного и страшного для вас появиться не может. Иногда мне задают вопрос, а как же так, вот мы на листочке там свои негативные эмоции выразили, установки, теперь от этого вокруг будет плохо. Не будет. Когда вы это выражаете на листе, вы там внутри освобождаетесь. И от этого вам очень хорошо. Есть техника безопасности, как утилизировать, есть специальные упражнения, слова. И я еще раз хочу вам сказать, я сегодня вам дала ключик. Это какое слово, кто запомнил это слово, ключик по всему, напишите пожалуйста. Эти картины индивидуальные, это вселенная, эта картина называется радость, это моя душа. Вот это бабочка, и вот это моя душа, она опять родилась у меня в голодне. Она просто вот у картины у меня сейчас вспыхивает, вот они просто вспыхивают, и я переношу их. Я знаю, когда я перехожу на следующий уровень, тогда у меня наступает вот такая тишина, у меня отключаются какие-то мои мероприятия, дела, проекты, то есть как будто вот все замерзло. Если раньше я пугалась после этого, я знаю, что я сейчас иду на следующую ступеньку, и я эту паузу совершенно нормально, спокойно переживаю. И дальше происходит просто удивительно, замечательно, хорошо. Солнышко, я тебя люблю, буду от тебя вертеться. Вы, еще вот спасибо за вопрос, Ольга, смотрите, когда вы начнете писать эти картины, их не обязательно писать на холсте, вот правая картина, она зеленая, она пишется на листе бумаги, и я расскажу, как это делать, то можно своим близким, то есть вы закладываете туда пожелания для своих близких. Вот нельзя выздороветь своего близкого человека, нельзя выйти замуж вместо своей дочери или жениться вместо сына, нельзя закончить институт, если он там может что-то, нельзя за него, но вот эту картину оберег, картину, которая даст ему энергию, заложить туда его число, то есть его дату, его число, а я скажу, как это делать, потому что элементы нумерологии там тоже будут. Вы представляете, какие возможности открываются у вас? Жмите на ссылочку, заходите, это удивительно, это мир удивительный, и я вас к нему приглашаю. И если что-то у вас будут проблемы с курсом, с оплатой, или там еще какие-то проблемы, пожалуйста, все к Эвелине, вот пишите скайп, почту, с вами свяжутся, я отвечу на все вопросы, мы урегулируем абсолютно все. Я благодарю Елена за ключевое слово благодарность. И сейчас я заканчиваю свое выступление с большой благодарностью к Эвелине, я первый раз на этой площадке, с большой благодарностью к вам всем, я вас благодарю за то, что вы были вместе со мной, я вас искренне благодарю, я открываю для вас свое сердце, для того, чтобы дать, брать, дать вам. И буду бесконечно рада дальнейшей с вами встрече и дальнейшей дружбе. Благодарю, всего доброго, и я отключаюсь. Продолжение следует...